А теперь к новостям спорта. Вот уже на протяжении 23 лет в Славянске-на-Кубани проводится всероссийский турнир по настольному теннису памяти почетного работника физической культуры и спорта района Аркадия Проценко. О том, кто принял участие в спортивных баталиях и как прошли соревнования, смотрите в нашем следующем репортаже. В турнире приняли участие юные кубанские теннисисты, а также спортсмены практически из всех субъектов России – Ростовской, Волгоградской, Московской областей, Республики Адыгеи и Крыма. Это одни из самых крупных соревнований по настольному теннису, в которых ежегодно принимают участие более 400 спортсменов. Мы сейчас в этом году просмотреть решили самых маленьких детишек. Вчера закончили 2008 год рождения девочки-мальчики, сегодня играет 2006 год. Ну и понарастающие будут, завтра постарше будут играть ребята, там где уже класс кандидатов в мастера спорта и первых разряда. Благодаря хорошей материально-технической базе, которая постоянно поддерживается, приобретается новое оборудование, проводятся капитальные ремонты. Славянск-на-Кубани уже который год подряд становится площадкой для проведения соревнований всероссийского уровня. У нас школа хорошая, во-первых. Я одна из лидирующих в Краснодарском крае, да и в России у нас есть ребята, которые входят в сборную. И условия, которые нам предоставили, город предоставляет. Так что вот этот зал спортивный великолепный, очень удобный. И гостиничный комплекс удобен и питание. Всё удобно, поэтому люди едут. На протяжении трёх дней около 500 участников соревнований боролись за звание победителя. Несмотря на напряжённые игры и сильных соперников, все участники из разных уголков страны были настроены победить. Как, например, Екатерина Цыпурко, приехавшая из Тихорецкого района. Несмотря на свой юный возраст, к спортивным высотам девочка идёт уверенно. На каждой тренировке, на каждом соревновании можно научиться чему-то новому, что-то новое узнать для себя, ну и сделать выводы, что ты можешь. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом и собираюсь дальше, и собираюсь дальше продолжать заниматься. Проведение таких турниров даёт возможность интересно и полезно провести время, занимаясь любимым делом, а также позволяет тренерам разглядеть будущих спортивных звёзд. Победители соревнований в своих возрастных категориях были награждены грамотами и призами. Надежда Калинина, Александр Косицын, Георгий Калинин. Программа «События».